добрый день коллега с праздником вас спасибо и вас тоже не кажется ли вам что это все несправедливо о чем это вы на праздники день психолога а мы работаем вместо того чтобы отдыхать но если мы будем отдыхать тогда кто поможет нашим клиентам но ведь мы тоже люди здравствуйте дамы здравствуйте о чем беседы а у нас тут дискуссия по поводу праздником да что вы говорите лилия олеговна и в чем же суть да вот считает что это несправедливо работать свой профессиональный праздник а вы как считаете это очень интересный вопрос я все-таки считаю что психолог это не работа это призвание нельзя вот так вот взять и на один день перестать быть психологом ведь наша помощь может понадобиться в любую минуту это понятно но как же нам быть как психологом отметить свой профессиональный праздник для этого мы есть друг у друга давайте посидим нашим узким кругом отметим побеседуем я думаю это отличная идея лилия олеговна вас ожидает пациент во втором кабинете ну что ж коллеги продолжим после приема долг зовет удачи здравствуйте здравствуйте проходите пожалуйста присаживайтесь как вас зовут елизавета очень приятно я лилия расскажите немного о себе кто вы чем занимаетесь и сколько вам лет мне 17 лет и я профессионально занимаюсь балетом все свое время посвящаю танцу я люблю свою работу и просто не могу представить свою жизнь без этого часто выступаю очень интересно я люблю балет что же вас тогда привело ко мне ваше описание жизни звучит как доставляющее удовольствие ко мне редко приходит когда все хорошо дело в том что я практически постоянно слышу одну и ту же песню у себя в голове я понимаю что она не может играть в тот момент в том месте где я нахожусь когда я ее слышу мне хочется танцевать я не могу сопротивляться этому желанию она как будто разрывает меня изнутри тогда дайте выход этому желанию позвольте себе танцевать здесь и сейчас как будто это ваше последнее выступление покажите в этом танце все то что чувствуете все то что вызывает у вас эта песня но я не устала я так как люблю танцевать с тобой под водой рыбы и звезды что будет после а после земля ее оставит влага подвязнут города пластики бумага но птицы не будут петь здесь не будут петь птицы не будут петь больше не будут петь мы разошли огни мир такой маленький осветили темноту мы люди в маяке спасибо большое за ваш совет вы даже не представляете насколько он мне помог я чувствую себя такой спокойной мне так легко я чувствую такую разгрузку я очень рада что я смогла вам помочь елизавета всего доброго спасибо еще до свидания ох коллеги вы не представляете какой интересный случай я сейчас увидела что такое лили олегова что случилось ко мне обратилась девушка со слуховыми галлюцинациями да что вы говорите какого же рода эти галлюцинации галлюцинации музыкального содержания девушка постоянно слышит в голове одну и ту же песню что за песня очень содержательная знаете ли мне особенно запомнилось две строчки мы зажгли огни мир такой маленький осветили темноту мы люди маяки я подумала что эти слова очень хорошо ассоциируются с нами а ведь вы правы ведь психологи не дают погаснуть огонькам людских душ и вправду мы словно маяки которым тянутся наши клиенты нуждающиеся в помощи и поддержке да лилия олеговна вам и правда достался очень интересный случай надеюсь вы сможете помочь этой девушке Мария Андреевна пройдите пожалуйста в пятый кабинет вас ожидает клиент так ну вот и мое время пришло не скучайте коллеги здравствуйте здравствуйте анастасия да проходите присаживайтесь ну что у вас случилось понимаете у меня такая проблема у меня есть внутренний голос я никак не могу от него избавиться настюх извини опоздал ничего не пропустил мозгоправду ну давай послушаем хорошо почему вы думаете что вам нужно избавиться от него да почему понимаете я сама по себе человек очень добрый а он он очень злой неправда вот я просто говорю людям то что я о них думаю понимаете я не злой он заставляет меня делать такие вещи которые я бы никогда не сделала например какие например я могу накричать на человека но потом понимаю что эти люди не нравятся только моему внутреннему голосу а когда вы понимаете что сделали то чего не хотели бы только тогда когда это происходит штаны у нее отвратительные да настюх да ну одеты вы конечно безвкусно извините знаете мне кажется вам нужно научиться ловить тот момент когда ваш внутренний голос заставляет вас сделать что-то проанализировать свое желание делать это и если вы не хотите откажите ему откажи мне настюх она бред несет пойдем домой я устал ее слушать давай топ топ ножками а вы куда? домой извините видимо опять первый раз такое я говорю пойдем домой что вы сейчас почувствовали? ну да что ты сейчас почувствовала? мне кажется у меня получилось ей кажется доктор домой пойдем? знаете мы можем сегодня закончить вы можете пойти домой и поработать над этим золотые слова настюш тебе мозгоправ говорит домой спасибо вам большое если будут какие-то вопросы у вас есть мои контакты обращайтесь да спасибо до свидания до свидания обязательно обратимся ну че до новых встреч с тобой и с твоими отвратительными штанами пока мозгоправ пока мозгоправ что с дверью? это ты сейчас дверь заперла? вот да вставай открывай мне дверь работает я уже испугался ничего не забыл ну че делать? забыл ну че О, Мария Андреевна, а мы уже начали по вам скучать. Как прошел прием? Да, Вадим Андреевич, все прошло замечательно. А вы тут о чем беседуете? Да, мы все сетуем на праздник. Вадим Андреевич, просьба пройти в первый кабинет. Вас ожидает пациент. Простите, дама. Вынужден вас оставить. У меня сеанс семейной психотерапии. Здравствуйте, меня зовут Вадим, я ваш семейный психолог. Здравствуйте, Владимир, меня зовут Соня, это мой муж Гриша. Здравствуйте, я предлагаю вам начать со знакомства. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное время? Сколько лет женаты? Я семейная работа учительница начальных классов, по выходным занимаюсь танцами, я три года замужем. Я очень люблю свою работу и своих учеников, но очень часто устаю, и это, к сожалению, плохо спасается. Мне 26 лет, я работаю в Сбере, играю в свободное время в музыкальной группе, читаю книги, хожу в жены в кино. Обычно средняя жизнь. Я вижу, что вы очень интересные разносторонние личности. Но что же это вас привело ко мне? Наши проблемы заключаются в том, что когда нас посадили на карантин, мы очень много времени проводили вместе дома, и из-за этого надоели друг другу. И было очень много мелких ссор, которые приводили к чему-то непонятному. Именно, она стала раненой по любому поводу. Ты ведешь себя как свинья, причинут себя, так не ведут. Да что ты говоришь, кем бы ты без меня была? Ах, как мне заговорили! Если бы не я, если бы я не спасла тебя от твоей депрессии, я так бы перезначил свою почту в офисе. Так, дорогие мои, давайте успокоимся. Кажется, я начинаю понимать, в чем ваша проблема. Дело в том, что пока вы находились дома, вы копили в себе эмоции, которые привыкли высвобождать во время работы или другого времяпрепровождения. И что же делать там? Я люблю. Я тоже его люблю, но ничего могу с собой поделать. Я вижу одну интересную ниточку, которая вас связывает. Если эмоции требуют выхода наружу, почему бы не сделать это в танце? Спасибо. Нет, танцуйте прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Right where you want me to Watch it Watch me burn Right where you want me to Dim the light My lullaby Touch me now Stop redundant Спасибо. Вы нам очень понравились. Это моя работа. До свидания. До свидания. До свидания. Знаете, праздник праздником, но как я уже говорил, для меня психолог это призвание. И каждый день для меня как праздник, когда я занимаюсь любимым делом. С этой точки зрения сегодняшний день не такой уж и плохой. Да. Хоть мы работали, это было на благо людей, поэтому сегодняшний день прожить не зря. Поздравляем с Днем Психолога всех преподавателей Московского института психоанализа. В наше время профессия психолога действительно необходима. Но что же значит быть психологом? Быть психологом значит помогать людям разобраться в себе. Если вас поглощает депрессия, психолог обязательно поможет вам справиться с ней. Быть психологом значит уметь читать в глазах людей как радость, так и боль. Быть психологом значит быть готовым помочь человеку в любую минуту. Быть психологом значит быть человечным, талантливым и понимающим. Ведь только вам пациент расскажет все то, что беспокоит его в надежде на вашу помощь. Психологов называют лекарями человеческих душ, которые без помощи лекарств, а лишь с помощью беседы, помогают своим пациентам исцелиться. Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник. И мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, успехов в работе, достатка и благополучия. Пусть каждый ваш день будет удачным и веселым. Продолжайте дарить надежду тем, чьи судьбы надломаны, чьи души в потемках и жизненный путь в тупике. Мы благодарны вам за ваш труд. Психология – ваше призвание. Улыбайтесь и помогайте улыбаться другим. 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 Продолжение следует...